селедочка моя дозрела залом каспийский смотрите холодного копчения всем привет друзья итак вашему вниманию селедка надо не простая селедка это селедка сказки называется селедка долгинская значит вот три штуки 3 килограмма 52 грамма грубо говоря одна селедка килограмм стоит она 139 рублей по крайней мере я сегодня купил значит что мы делаем мы будем из нее делать малосольную селедку и возможно одну сделаю холодным копчением в любом случае сейчас она отправляется на щадящую разморозку а завтра я ее буду делать в тузлуке почему в тузлуке потому что хочу именно малосольную и как бы если что будет и холодного копчения просто если делать только холодного тогда ну тузлук мне не нравится я делаю прямым посолом только соль а пока вот это огромнейшая селедка в астрахани такую называли залом отправляется на щадящую разморозку друзья пока селедочка у меня размораживается в холодильнике в щадящем режиме я буду готовить маринад для ее засолки значит вода два с половиной литра у меня соль крупная даже если делаете тузлук старайтесь использовать крупную соль видите на два с половиной литра двести семьдесят пять грамм ну тут шесть ладно на один литр воды 110 грамм соли смесь перцев ягоды можжевельника буквально чуть-чуть сухой укроп семена укропа лаврушечка гвоздичка буквально три-четыре штучки и кориандр и теперь все это дело засыпаю ставлю на огонь то же самое на два с половиной литра двести семьдесят пять грамм будем ложечкой помешивать медленно и ждать пока она закипит потом три минутки и все и убираем с огня и так друзья следочки разморозилась после разморозки я видите удалил жабра поместил ее в емкость это пищевая емкость пластиковая маринад настоялся даже двух с половиной литров чуть чуть не хватило но я сейчас чуть по-другому уложу и в любом случае она у меня покроется полностью маринадом вода должна покрыть селедку полностью и убираем на трое суток холодильник ну вот такой только выход у меня получается значит сверху я тарелочкой прижал до что-нибудь поставлю небольшое или просто поставлю как упор крышкой накрою и будет она стоять конечно было делать три литра они два с половиной но что теперь уже уже поздно холодильник на трое суток друзья прошло трое суток и селедочка долгинская вот по килограмму ведь готова все это малосол сейчас что с ней промыть нарезать лучок маслица подсолнечная и наслаждаться этой вкусной замечательной сельдию теперь я эту же селедку будут делать холодным копчением смысл какой что покажу что вот вы даже можете если вам некогда заниматься засолкой купить в магазине просто малосол но попробуйте чтобы это был малосол а не соленая потому что иначе после копчения просто будет невозможно кушать сейчас мы и отправляем на просушку в коптильню на 12 часов может будет больше у меня турбосетка поэтому у меня свои условия если будете без турбосетки ну хотя бы сутки рыба крупная по килограмму так что отправляемся в коптильню ну вот друзья видите все селедочку повесил надо быстро закрывать потому что лето мухи у меня тут еще рыба на вялки висит сибирские хорошие муксун вялятся но дело не в этом все селедочку повесил турбосетка и 12 часов через 12 муксуна вытащила селедку буду коптить итак друзья селедочка побыла на просушке ну тут у меня вместе с ней папа был еще пласт лосося форелька значит копчение ведь у меня уже утро температура 26 градусов но самое главное чтоб температура не в не было выше 30 градусов ну 31 пускай будет да но не выше поэтому либо рано утром какие-либо поздно вечером коптим если там кто-то вам скажет что бутылки с ледяной водой запомните неправильно получится что мы делали делали просушку а потом закинули бутылки они выделяют влагу и что это за копчение это уже будет какая-то белиберда все сейчас ольху я зарядил буду коптить на ольхе со статика и статику я тоже установил как вы видите рамки коптить буду где-то часа три потому что если бы не было у меня лосося можно было даже там три с половиной четыре часа но для лосося тогда это будет перебор в общем выбираем золотую средину и на три часа зажигающая с дымогенератор минут 20-30 он поработает и затем включу статику ну все поехали так друзья как вы видите дымочек у нас пошел сразу смотрите стояла турбосетка видите она загнула контакты поэтому распрямляем что потом когда включите статику она не будет работать или будет работать плохо поэтому ведь контакт должен чуть выходить за дверку вот и сразу советую вот видите термощуп значит чтобы он не с полками ни с чем не соприкасался если вдруг термощуп будет касаться вот полок он до или еще чего-то значит автоматом у вас горит терморегулятор ему будет хана ну естественно щуп тоже самое сгорит поэтому проверьте и только потом уже закрывайте коптильню чтобы когда началось уже копчение вы не бегали не открывали и ничего не испортили не спалили не сломали и так вот видите у меня прошло буквально минут 10 и температура скаканула 27 8 вот но еще раз говорю это как бы терпимо естественно я не включая не тены не капли потому что это все подогрев потолка просто включили дымогенератор дым на полную и все ждем 20-30 минут и только потом включаем статику пока не забыл скажу что вот это все действие что я делал с селедка это конечно больше для малосола почему потому что дым сейчас все вот эти специи перцы лаврушки гвоздики он все убьют останется только копченая селедка малосольная и все так что если делаете засол для холодного копчения не тратите специи это все бестолковое занятие вот друзья у меня прошло три с половиной часа я все-таки на полчаса побольше подержал эти температура скаканула только на пол градуса выше это ничего страшного статику я выключу открываем вот смотрите рыбка сейчас мы оставляем ее на проветривание у нас на проветривание побудет и потом еще хотя бы сутки холодильник чтобы рыбка набрала вкус и цвет и все и потом будем дегустировать это селедочка холодного копчения залом хотите принимайте вот так на дубовом подносе с лучком и с рюмочками а хотите просто на газетке и с пивком поверьте селедка залом каспийский долгинская какие еще называют это очень вкусная селедка смотрите жирная ну у кого повернется язык сказать что не побежали слюни друзья ну ладно всем как говорится не хвоста не чешуи рыбакам коптильчиком терпения ну а мне приятного аппетита а